На первый взгляд, эта двухэтажка вполне пригодна для жилья. Большинство ее обитателей здесь живут с 91-го года, но за это время, говорят люди, ремонтные работы здесь ни разу не производились. С виду вроде и ничего. А потому что мы его сами делали. Вон там вверху мы делали все сами, ну, стукатурку людей нанимали. Несколько лет назад жильцы чуть не сгорели из-за непотушенной сигареты одного из обитателей барака, спасти которого так и не удалось. Здесь у нас крыша течет, шифер весь такой дышит на дом. Совхозу принадлежал этот дом, им он не нужен был. Здесь живут, как здесь говорят, самые ненужные люди. Понимаете? И для этого здесь ничего делать не надо было. Стоит только зайти в подъезд, чтобы понять, насколько в ужасных условиях здесь живут люди. Несмотря на пожар и потолок, который вот-вот рухнет, дом так и не признан аварийным. 85-летняя Валентина Порфилевна нас встречает на втором этаже, не сдерживая своих эмоций. Она рассказывает, как ей приходится рисковать своей жизнью, прежде чем попасть в свою квартиру. Куски штукатурки не раз падали на голову старушки. Сколько раз, прям сюда мне упало. Я вам не знаю. И мы выгребали, глуды тут. Невыносимо. Это не жизнь. Это мокрадная. Невыносимо жить. На 22 квадратных метрах мать-героиня, воспитавшая десятерых детей, сегодня вынуждена доживать свой век с пьющими сыновьями. Время от времени сюда наведывается и дочь Валентины Порфилевны. Вместе с пенсионеркой живет еще 15-летний правнук Антон и внучка Наталья, которую баба Валя воспитывала с двух месяцев. 46-летняя женщина, инвалид детства и мать-одиночка. Местные власти ей даже обещали жилье по социальному найму. Но дальше обещаний дело не пошло. Так муниципальное жилье в Орлово давно не строят. На учет поставили, а больше ничего. У нас нет в жилье. У нас не имеется. Я к нему и ходила, Владимир Владимирович, ну вы же меня поставили на учет, ну пойдите на уступки. Ну сколько ребенку можно мучиться, ему заниматься негде. Негде уроки делать, негде и спать. Я сама на полу сплю. Ребенок вот на этой кушетке спит. Сколько он сам приезжал, все это видел, все это. Сам со мной разговаривал, беседовал. А толку никакого. Спать на полу приходится и баба Валя. Но где такое еще увидишь, как 8 взрослых человек умещаются на 22 метрах. Ну как вот, она приезжает, она там спит, она там, а тут праздник. А мы вот на полу с ней спим. Посилаем, с ней спим зимой или летом. Негде. Ну что вы шутите, 20 квадратных метров всего. А там находятся другие алкаши. Ну что делать. Сюда многозетная семья Анисимова переехала из Амурской области ровно 30 лет назад. Думали, что временно, а оказалось навсегда. Все это время квартиры отапливают с одровинными печками, а вот газа в доме нет. И затопляю вот так, дровишки мне все время топлю. Вот так я деткой топлю. Дровишки сюда закрываю и на второй этаж дровишки таскаю. На этом страдания пенсионерки не заканчиваются. С наступлением холодов трубы для отопления здесь подтекают. Бабушкины пенсии, которые вынуждены содержать еще и неработающих сыновей, не всегда хватает даже на дрова. Ничего у нас нету. Ну, огородик там соточка одна. Бегать, внучка, ухаживать за мной. Без глаз ходила. На днях все удивлялись. Под ручку водила. Сейчас мне помогли бесплатно глаз делать. Вот слабенькое стало. Ничего, ничего. Как жить зимой? Ни дров. Ничего сейчас нету. Даже на похон. Ничего, как жить? Не могу. На одной пенсии. Ну, что ли, пенсия одна. А их тоже двое. И как вот я живу? У киоски двух продуктов берем. Спасибо, спасают нас. Нет квартиры и туалета. Только на улице. Каждый раз Валентина Порфирьевна с трудом спускается с крутых порожек деревянной лестницы. И туалет хожу. Боюсь идти даже. Я кое-как двигаюсь. И вот так я ищу, иду. Страшно ходить даже. И вот это мне страшно. Вот все нашатается. Страшно даже. Я и падала сколько раз. И так иду. Глазочки на меня падают сколько раз. Такой вот сюрреализм по-российски. Начиная от ветхого барака, до сих пор непризнанного аварийным, и заканчивая равнодушием чиновников, которым нет дела до простых смертных. Фонд капитального ремонта до сих пор собирает жильцов деньги. А 85-летняя мать-героиня обила пороги многих кабинетов, надеясь решить свой жилищный вопрос. Но дальше отписок дело не пошло. Увы, но добиться положительного решения своего квартирного вопроса бабе Вале так и не удалось. Как объяснить правнуку, почему они живут в таких условиях? Он плачет. Почему мы живем так? Не учиться негде. Бабушка, почему мы так живем? А я говорю, внучка, нам не дают ничего. Маме твою положено. Одиночка, инвалидка. Мать хорошая. Все ее учителя любезна. И никто ничего не откуда. Белую-белую. Хожу. Хоть какой-то кусочек бы меня собрали, купили бы. А между тем, еще два года назад квартиру пенсионерки осматривала межведомственная комиссия из Управления социальной защиты и администрации района, которая признала, что квартира требует капитального ремонта, а жилищные условия неудовлетворительные. Признали, проживать нельзя. Подписал Песков, Шабанова директор. Еще какая-то Лариса Александровна, бабушка. Идите, распишитесь. Я говорю, а что, дуточка, такое? Она говорит, вам тут проживать нельзя, аварийность. Прояснить ситуацию мог бы глава Орловского сельского поселения Владимир Песков, но от общения на камеру он отказался. Оно и понятно. Вдруг скажешь чего-нибудь лишнего, еще и место свое потеряешь. А между тем, историей бабы Вали заинтересовался один из федеральных каналов. Так что не исключено, что совсем скоро властям все-таки придется дать ответ одному из ведущих каналов на Российском ТВ.